Администрация Приморского края осваивает новый формат работы. Глава региона Владимир Миклушевский и его заместители проводят открытые выездные заседания в муниципалитетах совместно с главами и депутатами районов. 22 июля губернатор Приморья планирует посетить и наш городской округ. Он проинспектирует строящиеся, а также проблемные объекты Фокина. 14 сентября в Приморье пройдут выборы губернатора. В преддверии этого события Владимир Миклушевский, как один из кандидатов на пост главы региона, проводит масштабный аудит территории. Поездка по краю поможет исполняющему обязанности губернатора по его слабам отточить программу развития региона, опираясь не на бумажные отчеты, а руководствуясь реальным положением дел на местах. Визит к краевой администрации пойдет на пользу и муниципалитетам. Множество наболевших вопросов можно будет решить на месте, без бюрократических проволочек. О чем будем говорить мы, фокинцы? Какие вопросы зададим представителям краевой власти? Какие свои проблемы – озвучим. И вопросов, и проблем у нас достаточно. Но есть особо наболевшие, как то долгостроить в центре города. Хотя здесь и наметился реальный сдвиг в связи с несением изменений в земельный кодекс, о чем нашему депутатскому корпусу сообщил председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор Горчаков на июньском заседании Думы городского округа. Закон 171 о внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации, отдельно законодательные акты Российской Федерации. Должен вам сказать, это коренным образом меняет вообще всю игру по земле. И она значительно упрощает целый ряд процедур, которые мы там искали, пути, как их обойти, как это что-то сделать. Поэтому я прошу вас, кто у вас этой темой занимается, кого это интересует. Это значительно упрощает получение земли для многих людей. Это упрощает получение земли для строительства объектов. Больше того, одна из старых тем, которые, особенно в Владивостоке, когда мы готовились к встрече ОТЭС, у нас было целый ряд начатых объектов, которые стояли по 10-15 лет. И мы не знали, что с ними делать. Это яма напротив воды. Столько там крови пролили все, думая о том, как эту яму закрыть, чтобы международное представительство не стыдно было. Главное нам, чтобы было не стыдно. Согласно этого закона, если объект в течение десятилет не построен, судом изымается земля, изымаются объекты и пускаются на продажу, деньги потом кладутся на счет в банки, ну, то в средней цене, если появится хозяин. Если хозяин не появится, все отдаётся больше. Ну, это я только некоторых факторов сказал. Поэтому посмотрите, пожалуйста, это очень интересный закон. По словам глав муниципалитетов, уже принимавших Владимира Миклушевского поездки по краю, непосредственное общение с главой региона и его заместителями наиболее удобный формат работы, который даёт возможность обсудить все наболевшие точки и перспективы развития территорий, а также даёт конкретные результаты.